Давайте начнем с первого стиха. Я прочитаю быстренько и постараюсь донести, да, то, что мне Господь открыл и, может быть, меня научил и продолжает учить. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они к гробу и вместе с ними некоторые другие женщины, но нашли камень, отваленный от гроба, и вошедшие не нашли тело Иисуса. Когда же недоумевали они о всем, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. Когда они были в страхе и наклонили лица своих к земле, сказал им ангел, что вы ищете живого среди мертвых. Его здесь нет, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее. Здесь эта глава повествует о очень важном и ключевых событиях в Новом Завете, о воскресении. И о людях, которые приняли непосредственное участие, да, и были вот этими свидетельствами вот этого воскресения. И вот эти люди, которые пришли с целью совершить вот это возлияние вот этого мира, аромата на тело Иисуса. И они здесь недоумевали о том, что почему камень отвален. Они недоумевали, были внутренне, да, как бы расстроены, обеспокоены. У них не было ясности, что же произошло здесь. Они пришли сделать дело, на которое они готовились, собирали эти ароматы, миры, да, вот это все, что они хотели осуществить. А все поменялось, план их, да, не достиг финала. И бывает ли отсутствие ясности у нас, как у верующих людей? Да, очень часто. У нас ясности зачастую, да, неясности даже больше, чем ясности, да. Потому что в большинстве случаев в Слове, в Божьем присутствии, в Его близости мы обретаем вот эту ясность, да, потому что Бог нам открывает, как, для чего и почему. И вот здесь написано, что их глаза, когда ангел явился, они были уставлены на землю, вниз. Я как бы параллель провел, что вот когда мои глаза смотрят вниз, небесное для меня недосягаемое, оно далеко, да. Потому что вот в этом земном, я для себя, для своей души, для своего Духа, да, Божьего, я ничего не могу найти. Поэтому здесь вот эти ангелы, они говорят ему, да, что вы ищете живого среди мертвых? А Псалом 120-й говорит, возведу я очи свои, да, к горам, откуда придет помощь моя, и там, помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Да, получается, что как бы нам даны конкретные напутствия, где должны быть наши глаза, чтобы вот эту ощутить помощь, ощутить вот это дыхание, ощутить, да, и увидеть, да, узреть вот это величие Божие. Вот. И возведу я очи, как говорит 120-й Псалом, это некое усилие, которое нам нужно предпринимать. Потому что зачастую в течение дня обстоятельства, ситуации, может быть, какой-то семейный быт, может быть, какие-то взаимоотношения, они как бы склоняют нас, да, к земному, чтобы все-таки вот как-то там выгребсти, да, из ситуации, работы, может быть, и все, что ранее перечислял. И от нас зависит, что некое усилие нам нужно, да, наш угол, опа, то есть оттуда помощь на Господа нам нужно взирать, на горы. И здесь он говорит, что вы ищете живого среди мертвых? И у меня вот этот стих ожил, знаете, каким образом? Мы поехали в Калининград и еду, и что же делать, куда идти, как бы, вот все такое, знаете, и читаю вот эту же главу, в которой был, там написано, что вы ищете живого среди мертвых? Я жене говорю, стоп, что это значит? Давай я сейчас думаю дальше. И мне пришло такое, что нам не нужно зацикливаться, как она ранее сказала, на зданиях, да, что нам нужно вот живого искать среди живых. А как это? Общаясь, дружа, знакомить, да. И получилось, что мы вот поставили, как бы, все свое естество на некое общение с людьми, а эти люди потом сами нам рассказали об инфраструктуре, да, ну, и о всех тех плюсах, которые, в принципе, и минусах, которые есть в каждом городе. Но для меня вот этот стих ожил таким образом, что вот мы стали искать живого среди живых, и как будто бы за все остальное, да, выстоялось. И он говорит здесь, возвращаясь к ангелам, к этим женщинам, и говорит, его здесь нет, он воскрес. Здесь вспомните, что он говорил вам, когда был еще в Галилее, и напоминает им некий отрезок времени, напоминает им какое-то особенное место, где вот эти, да, женщины, пускай, да, были с Иисусом близко. И он напоминает им время, отношения, близость. И я что увидел, что зачастую, когда вот у нас нет ясности какой-то, да, нам нужно вспоминать вот это время близости с Богом, вот это Его Слово, которое, может быть, мы получили год назад, два назад, три назад. Потому что все равно Божье Слово, оно нас время от времени возвращает, да, вот в эти первые отношения, когда мы только, да, прикоснулся к нам, да, Дух Святой, Бог прикоснулся, и мы ожили. И хорошо, когда вот мы возвращаемся вот в эти времена, когда Бог нам проговорил что-то, мы снова это прокручиваем, мы вспоминаем, что мы Его дети, да, мы вспоминаем, что мы в Его Царстве. И эти вещи, эти вот, как сказать, размышления, они помогают, потому что это время близости с Богом, а оно никогда напрасно не бывает. И нам нужно вспоминать, хорошо вспоминать об этом. Ладно, идем дальше. И они хотели поделиться, они вот тем, что им ангел сказал, что вы ищите живого среди мертвых, он воскрес. И они вот этим вдохновились и побежали к ученикам, побежали всем, к тем людям, которые находились там в каком-то месте, и возвестили им. И тут получается 12 стих этой же главы, я назвал его, что это стих для меня как «Забег Петра». Я так его, знаете, для себя обозначил. Здесь одни поверили словам, другие пустые, подумали, что эти женщины эмоционально что-то выдали непонятное. «Но Петр, встав, побежал ко гробу, и наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, девясь сам к себе, происшедшему». Я здесь как будто вспоминая, анализируя, слушая какие-то там проблени старые, новые, о Петре, о его характере, о его харизме, да, об его вот таком стерженьке, который, ну, мало у кого было, да, в Библии, да, не у многих людей такой был азарт, ревность, да, характер, харизма. Он бежит, ему все равно, он бежит, хочет убедиться, хочет заглянуть. В других Евангелиях дополняют, что другие ученики не заглянули, да, а говорят, а Петр заглянул, пошел вниз смотреть, исследовать, да, отчасти, где, что, как. Вот, и часто вот, говоря о Петре, о его, как бы, естестве, харизме, характере, я как бы тоже сравнивал себя, может быть, отчасти, или наш отрезок времени. Зачастую в нашей жизни встречаются люди, которые, ну, которых мы хотим изменить, да, так сказать. Ну, конечно же, в лучшую сторону мы же христиане, то есть мы в худшую не меняем, мы в лучшую меняем всегда. Вот, и на мой взгляд, может быть, этому человеку нужно, там, сильнее верить, к примеру, или там, быть более общительным, или вот ему вот эти качества немножко поменять. Вот, но самое удивительное, что Иисус этим никогда не занимался, никогда Иисус не занимался, да, вот таким изменением именно, вот. А здесь мы видим, допустим, что в качестве Петра Иисус использовал вот это, его харизму, знаете, его ревность, вот эту, как бы, упертость даже не было, да, вот эту страсть по Божьему делу. Он просто использовал ее, вот, для распространения Евангелия. И вот за эти годы, которые, может быть, мы находимся в Боге, семьей, мы принимали участие в развитии, в начале нескольких общин, в построении команды, в служении, да. И что интересно, мою жену почти всегда старались поменять, вот, в лучшую сторону, конечно же. И это не всегда приходило, как бы, так сознательно, но больше, как бы, система церкви, само, как бы, построение, служение всегда, как будто бы, заставляло ее меняться. И иногда, я даже вдохновившись, как бы, изменениями, думаю, ну да, дорогая, тебе нужно поменяться, я тоже так считаю. И самое удивительное, что, да, что вот это все истощает и человека, и вообще, как бы, команду, так можно сказать. И дело дошло до определенного этапа, когда просто над нами взяли духовное, как это сказать, наставничество, да, то есть, над нами взяли некое попечение взрослый духовный человек, и его первая молитва за нас, как за семью, там звучала таким образом, что Господь, ну, зная многое о нас, он сказал такие слова, что Господь, помоги им, вот, непосредственно Елене, чтобы ее качество, ее амбиции, ее страсть, ее харизматичность такая определенная, все послужило для твоей славы. И мы такие. А потом мне супруга говорит, слушай, мне уже не надо меняться, выходит. То есть, как бы, меня принимают такой, какая я есть, я говорю, ну, похоже, наверное, время покажет. И действительно, вот, зачастую можно потратить много усилий, нервов, да, как говорят, стрессов и всего от того, что, в принципе, можно использовать в лучшую сторону. В лучшую сторону для Бога, для проповеди Евангелия и всего такого. Вот так вот, такой отрезочек у нас жизни был, сейчас я уже листаю. Так, поэтому, те качества, которые у тебя есть, если ты возрожден, да, если ты новое творение, уже Божье, поверь, что Бог может и готов использовать, да, любые твои качества. Я, как сам по себе человек молчаливый, и вот на работе, там, работая, там, среди коллектива, очень взрослых таких сформировавшихся мужчин, я вот своим молчанием, там, много чего достиг, например, да. Нашел некий ключ к мужикам, да, таким, которые повидали многое, и войны, и все остальное. Поэтому, хочу сказать следующее, что те качества, которые у тебя есть, Господь может и хочет использовать для того, чтобы приобретать других людей. Поэтому, не нужно себя, как бы, забивать, там, и загонять в некие, там, рамки, потому что индивидуальность, это вообще Божье чудо. То есть, мы каждый наделен своей индивидуальностью, и она нам присуща, нам присуща. И, когда я хотел переделать жену, и она тоже хотела переделать меня, и нам в один почти день Господь открыл глаза, чтобы мы полюбили друг друга, именно за ту индивидуальность, которую мы имеем. А выходит, что если я сделаю себе подобное, вот так я потом с ума сойду. Так, водичка, и идем дальше. Тринадцатая глава. Тоже два ученика идут в Ямаус, и Ямаус это как теплые воды, они убегают, как я думаю, от тех событий, которые были в Иерусалиме, учеников начали преследовать. Имя одного здесь Леопа, и они разговаривают между собой о всех событиях. Они не разговаривают сами с собой, потому что это уже медицинский термин, когда ты разговариваешь сам с собой, да? Они вместе общаются, вспоминая что-то, да? То, что было вот на днях. И здесь какой-то интересный момент я хотел бы сказать. Что зачастую у вас бывало такое, что когда вы общаетесь с кем-либо на духовные темы, опять же, что те вопросы, которые у вас были, они, вам приходит ответ. Как бы несознательно, да, вы этого не ищете, но вы общаетесь на какую-то тему, может быть, то, что вы переживаете, или, может быть, ответ какой-то, да? Вот, и ответ приходит сам вам, во время этого разговора. И здесь было то же самое. И это было у них время духовного общения. Они так или иначе делились теми переживаниями, которые у них были. И на духовный разговор всегда приходит духовный ответ. Здесь написано, что Иисус приблизился и пошел рядом. Иисус сам приблизился и пошел рядом. Так, и они рассуждали, но они его не узнавали, да? И иногда, как я вот чуть раньше говорил, что приходит ясность через общение, есть такое выражение, что наши мысли приобретают ясность, проходя через уста и карандаш. То есть, когда, допустим, не можешь сконцентрироваться, да, на чем-либо, ты записывай, ты общайся об этом, и тогда придет некая ясность, да, изложение, может быть, какие-то выстроятся мысли, последовательность действий на будущее. И здесь Иисус спрашивает, от чего вы печальны? Вот это характер Божий, характер Христа, характер Духа Святого. Задать вопрос о внутреннем естестве, не отвлекаясь, да, на все общее. От чего вы печальны? То есть, как бы, в большинстве случаев тоже, когда Дух Святой приходит и хочет что-то открыть во мне, тоже может звучать этот вопрос, откуда твоя печаль? И самая, как сказать так, изюминка в том, что Бог через людей, через обстоятельства позволяет нам выговориться. То есть, замечали, когда оказывается человек с тобой, просто который готов слушать. Это вообще такая ценность, когда ты просто, как бы, можешь выговориться, и как будто бы отпускает, да, или нет? И здесь тоже Иисус говорит, просто, иди рядом, говорит, от чего вы печальны? Неужели он не знал, от чего они печальны? От того, что они убегают, от того, что они оставили, да, учителя, путь в какой-то мере, да, в кавычках оставили. Они уходят в теплое место, где спокойно. И один из них звали его Клеопа. Знаете, вот это имя Клеопа, сокращенное мужское, от женского Клеопата. Слава Отца. И вот такая слава Отца мужеского рода убегает от проблем. И как часто я, как в моей жизни, тоже я готов бежать от каких-то проблем. Вот это слава Отца Небесного, да, которую я, может быть, не являюсь, потому что я убегаю, я ухожу в какое-то место покоя, да, где бы что-то меня не трогали. Вот, и вот этот Клеопа, да, вот эта слава Отца, очень далеко находится в этот момент от того, кем он должен быть. Но Иисус не упрекает его в этом. Он ему позволяет, да, открыть свое сердце. И Писание говорит, что, да, вот эта печаль, да, как здесь написано. Сейчас еще, ну, печаль назовем так. И Писание говорит, что одна из причин, под которой верующий человек может иссохнуть изнутри, это унылый дух, это вот эта печаль, это вот этот сломленный, пораженный, раненый дух. Иисус именно с этим начинает работать, да, общаясь и, да, так сказать, задавая этот вопрос. Иисус пошел рядом, как зачастую, когда мы приходим в некое место, кто-то называет его место пустыни, кто-то называет его, ну, совершенно, ну, индивидуально. Иисус идет рядом, Иисус идет рядом, задавая тот же вопрос, помогая нам восстановиться, напоминая нам о местах близости, он идет рядом. И общение, о чем они имели, вот эти люди, они имели общение о духовном, они имели общение о событиях, да, о чем? И он нам, Клеопа, стал рассказывать Иисусу, о чем они общались. Вот, и есть общение, которое назидает, а есть общение, которое разрушает. У нас был такой опыт, мы как в семье собираемся уже несколько лет, и очень много людей, даже с разных церквей бывают, и, как сказать так, мы влияем друг на друга. Вы об этом знаете? Мы влияем друг на друга. И постепенно, через наше общение бывало до 25-30 человек, то есть довольно-таки, как сказать-то, широкий круг мог приходить. Вот, и постепенно мы увидели, что общение, которое мы начали с молитвы, да, с разговоров о Библии, каких-то откровений, постепенно свелось все к каким-то бытовым вещам. Люди стали заражать друг друга каким-то недовольством, какой-то критикой, да, и получается, что мы постепенно просто вот заразились каким-то вот суждением, которое нас разрушало. Мы начали смотреть людей, допустим, уже там не так поют, да, не так одеваются, ну, такие классика, да, классика, я говорю, да, уже там не так посмотрели, не так что-то там кто-то попроповедовал. И мы с женой как-то остались вдвоем, мы говорим, слушай, что происходит вообще? Мы от этих встреч раньше назидались, вдохновлялись, как бы служа, да, а сейчас какая-то, как бы, разруха вообще. И мы приняли определенное решение, что мы прямо в очередной раз озвучили, что мы не будем обсуждать вот такие там боли чьи-то, да, вот на таком, на общем, там, высказывания, там, критику, недовольство, как бы, вот. Вот индивидуально можно пообщаться, да, как бы, попытаться разобраться, но вот на общее, чтобы вот эта зараза, так скажем, распространялась, мы просто приняли решение, что мы запрещаем, это было довольно-таки жестко говорить человеку, я запрещаю тебе говорить в нашем доме, о, тык-тык-тык-тык-тык-тык. Но мы приняли, постарались удержаться, и ситуация, и атмосфера, да, в доме, в нашем, то есть я, как бы, там, о церкви не говорю, в доме, раз мы, как бы, вот, непосредственно служим. Она изменилась координарно, и это, как бы, постепенно мы и сами выздоровеем. Вот. Поэтому принятие решений, оно необходимо для того, чтобы, ну, выбраться, так скажем, из некой критики или... Тогда, что я хотел еще вам сказать. И потом Иисус через Писание, когда вот Клиопа ему все рассказал о том, чтобы Иисус через Писание помог им поднять глаза на небо. То есть он там начался от Моисея, они, не так ли нужно было пострадать, а не так ли вот быть распятым, а не так ли, а не так ли, а не так ли, а не так ли. И они уже потом друг другу говорили, говорили, слушай, а не горело ли в нас сердце, да? То есть настолько, как бы эти люди, как сказать, ну, пережили снова это прикосновение Божие, что вот были, так сказать, шли туда, сердце загорелось, а они пошли туда. То есть настолько вот Господь поменял их путь и состояние внутреннее, что они там пошли и к одиннадцати ученикам, которые были, снова им все рассказали. Вот. И подведя некий итог того, что зачастую, может быть, я могу сильно акцентироваться на том, что Бог должен сделать для меня. И совсем упуская из внимания, что я могу сделать для Бога. Вот. Потому что эти ученики, равно как эти женщины, они шли со своим планом. Одни шли, грубо говоря, навести порядок, приготовить тело. Господь их развернул и сказал в обратную сторону мужчинам. Да? Других Петр побежал тоже, как бы, шел назад, чесал голову и думал, что же делать дальше. Клиопа с другим другом, да, которые уходили, тоже шли в одном направлении, Бог их зажег, они пошли в другом направлении. Вот. Поэтому позволь, чтобы близость с Богом произвела некое изменение внутри тебя. В трудные времена вспоминай Его Слово, делай усилия, чтобы поднимать глаза к небу. Если есть какая-то критика, недовольство или что-либо, анализируй, анализируй. Видишь, что разрушает, принимай решение. Откажись, допустим, на какое-то время, и ты увидишь, что исцеление придет. И вот эти люди, да, которые вдохновлены Христом, вот в последних главах стихах. И когда благословил их, Иисус стал возноситься. И они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью. Пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. И поклонение Богу всегда приносит радость. То есть любые трудные времена, когда ты склоняешь свои колени, каким-то образом, да, поднимаешь свои глаза на небо, через псалом, через общение, или просто какой-то вот, ты говоришь, я буду тебя все равно славить. Это приносит радость. Это приносит некое воодушевление и понимание того, что ты не один. И Господь, что самое интересное, Он никогда не оставляет. Как Библия говорит, что в словословии Его мы найдем. То есть все равно песнопение, прославление, молитва, да, назидает нас, помогает нам быть ближе, помогает нам войти в некое присутствие, благодаря песням, звукам, какой-то интонации, выплеску эмоций. Все равно это способствует, у нас это есть. Мы не можем, так сказать, убрать все наши эмоции и качества, да, вот такие как бы. И Бог это использует. И Бог это использует, чтобы вложить нам в свой мир, в свой порядок, в свое слово. Поэтому прославляй, находись в храме, находись в общении, а Господь будет делать свою работу, как мы, да, и ранее об этом все слышали. Это все. Спасибо.